Мать поставила Вовочке ультиматум. Если опоздал к обеду, за столом должен молчать. Тот, ясное дело, опять опоздал. Слушай, мама, ни слова. Там, еще раз говорю, заткнись после обеда. Ну что ты там хотел сказать? А, ерунда, там в прихожей братишка сгущенку в твоей зимней сапоги наливает. Мужик гуляет с собакой, огромным догом. Вдруг дог срывается с поводка, подбегает к гулящей неподалеку девушке и начинает носом задирать ей юбку. Девушка спрашивает хозяина, чего это он? Наверное, запах из-под юбки. А вы что же стоите? Так у меня насморк. К берегам Индии подходит наш корабль. На сушу выходят пассажиры и команда. Один из матросов несет на плече попугая. Навстречу ему идет факир со змеей вокруг шеи. Я слышал, ваши матросы могут много пить и не пьянеют, правда? Наливай. Матрос пропускает три стакана. Факир интересуется, много ли еще он может выпить? Отвечает попугай. И пять, и десять, и двадцать, а потом морду тебе набьем и червяка твоего с клюем. Вовочка говорит отцу. Папа, сегодня учительница задала вопрос, и я первым поднял руку. Правда? И что она спросила? Она спросила, кто не смог решить задачу. Блудливую монашку настоятельница привела к гинекологу и говорит, сними рясу, сядь в кресло и раздвинь ноги. Гинеколог смотрит туда и спрашивает. Девственница? Да. Ну и где же ты, девственница? Это я, наверное, тампоном. Скажи своему тампону, что ты беременна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова